Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». Ведуя сегодня я, Гуляра Сиддикова, и мой собеседник сегодня, заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству Рустам Алимгафаров. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите об урожае этого года. В целом, по итогам за 9 месяцев 2020 года, по всем категориям хозяйства, в общей произведено валовые продукции на сумму 2,9 млрд рублей. Это больше 100% по сравнению с прошлым годом. Производительность труда на одного работника у нас состояла 943 тысячи рублей, хотя у нас по соглашению с Минсельхозом план стоял 1,492,000 рублей. От реализованной продукции сельского хозяйства общая АПК получила выручку на 841 млн. Из них прибыли составила 63 млн. рублей, при этом рентабельность составила 8,1%. Это с учетом всех субсидий федеральных и республиканских. На сегодняшний день итоги только за 9 месяцев. Это субсидии, которые получили из федеральных и республиканских бюджетов, у нас составило 94 млн. Еще ожидается до конца года получить субсидии более 30 млн. Это хозяйства, которые приобрели сельхозтехнику и приобрели минеральное удобрение. Как уже Радий Фаридович на оперативном совещании обещал, что до конца года обещанные субсидии мы выплатим. Будем надеяться и ждать, что все-таки хозяйство будет поддержку получать. Также, если брать итог по производительности труда, то в целом по хозяйству у нас работает во всех хозяйствах района 1017 человек. Заработная плата у них, всего на заработную плату затрачено 207 млн. рублей. Средняя заработная плата в этом году составила 22 635 рублей. Это чуть выше прошлогоднего уровня на 1979 рублей или же на 10%. По итогам уборки можем сказать, что мы в этом году посеяли зерновых и зернобобовых на площади 23 530 гектаров. Успешно все площади убрали, ни одного гектара не убранного у нас не осталось. В целом урожайность по району после доработки составила 21 сантиметр с гектара. Это выше прошлогоднего уровня на 2 сантиметра. И валовый сбор у нас составил 49 372 тонны зерна. По кормовым культурам у нас площади также особо не изменились. 21 300 гектаров земли. Засеяли мы в основном однолетние травы в смеси зернобобовые, злаковые культуры и кукурузу у нас. И площади кукурузы увеличились на 300 гектаров по сравнению с прошлым годом. Также мы все кормовые культуры убрали. Благодаря хорошей погоде этого года мы даже многие хозяйства успели убрать многолетней травой 2 укоса. Есть 2 хозяйства, которые убрали даже 3 укоса. Это благодаря своевременной весенней обработке, закрытым бронованием и подкормке минеральным удобрением. Если анализировать в разрезе хозяйств, то можно сделать следующие выводы, что по урожайности с одного гектара самые большие показатели у нас ООО «Юлдаш», который получил 24,7 сантиметра с гектара, и крестьянско-фермерское хозяйство, и Фадхорин Алмаз-Дефилдж, который получает из года в год большие урожаи. В этом году он даже свои показатели увеличил, 33,5 сантиметра с гектара. Но есть такие же хозяйства, которые у нас удивили, которые в прошлые годы получали более высокие урожаи. В этом году они получили ниже урожая. Это ООО «Мираз», ООО «Марс», ООО «Жара», которые не могут особо похвалиться своим показателями. Но однако они все равно стараются, не опускают руки и ставят планы на будущее увеличивать не площади, а увеличивать урожай за счет внесения минеральных удобрений. Планы оптимистичные, настрой есть. В целом по хозяйству в этом году парк сельскохозяйственной техники у нас обновился довольно прилично. У нас из хозяйства в этом году приобрели у нас три К-700а, один импортный трактор, верситайл российского производства, совместно канадского российского производства. Приобрели два зерно-уборочных комбайна, приобрели такие маленькие вроде бы трактора МТЗ-82. Но их все равно по району у нас приобретено четыре трактора. Еще планируют до конца года приобрести два трактора, два фермерских хозяйства. За счет Росагролизинга у нас хозяйство, это СПК Дружба приобрел зерно-уборочный комбайн Полисия, СПК Колхоз Восток приобрел комбайн Акрос К-700, колесный трактор К-700, самоходную косилку КСУ-2 и пресс-подборщик. Также в Росагролизинг у нас предприятие ООО Агроэм приобрел кормово-уборочный комбайн и зерно-уборочный комбайн Акрос. Помимо Росагролизинга есть приобретение техники, субсидируемая, которая до сих пор ожидается. Это новое вновь созданное крестьянско-фермерское хозяйство Даньеров, которые пришли к нам из Казани, вносят большой инвестиционный вклад, приобрели бездействующую ферму, восстановили ее. Со дня на день ожидаем поступления 70 голов скота мясного направления, это гири-форды, приобретают нетели, дальше они будут работать мясным направлением, откормом. И приобрели они три трактора. По их словам, по их планам ежемесячно приобретать по одной единице техники, так как все у них с нуля, все у них пустое. На сегодняшний день они подали заявку на оформление земли более тысячи гектаров. Надеемся, земли Орловской зоны наши тоже будут обрабатываться. Что касается сферы животноводства, в этом году как идет процесс развития? Во всех категориях хозяйств у нас насчитывается 14 078 голов КРС, в том числе в сельхозпредприятиях 7 840 голов. Это ниже прошлогоднего уровня на 6%. Снижение у нас произошло в хозяйстве ОИТС Агро, которые произвели выбраковку скота. И в этом году они все равно приобрели скот 137 голов племенных нетелей и произвели выбраковку старых коров, которые им достались от прежних хозяев. Но за счет этого у нас по молоку, надои молока не снижаются на сегодняшний день. Мы даже выше прошлогоднего уровня на 6%. Ежедневно мы надоиваем 44 тонны молока. По мясу, конечно, мы позиции немножко снизили. Всего на сегодняшний день произведено 3635 тонн мяса на 7% ниже прошлогоднего уровня. В основном у нас производителем мяса является ООО «Мичуринский». Вот именно ООО «Мичуринский» у нас свинопоголовье снизило на 2000 голов. И в связи с этим у нас происходит снижение производительности мяса. А сельхозпредприятия, которые производят выбраковку и сдают скот выбракованные на мясокомбинаты, они, конечно, пытаются нас подтянуть, но так как основной уровень по производству мяса у нас в «Мичуринский», они не могут перекрыть этот недостаток. А с чем связано уменьшение поголовья? Связано оно с тем, что в 2019 году ООО «Мичуринский» запланировало реконструкцию своих корпусов. Один корпус они в прошлом году провели реконструкцию, один корпус в этом году. Но по плану они эту реконструкцию делают три года. В связи с этим у них идет снижение поголовья. По предстоящей зимовке все сельхозпредприятия благополучно поставили свой скот на стойловое содержание. Для стойлового содержания у нас все сельхозпредприятия заготовили достаточное количество кормов. Это сенажа превысили на 60% от плана. Сено они превысили на 50%. Как я уже говорил, благодаря нашей погоде в этом году все сельхозпредприятия смогли взять урожай с многолетних трав, два укоса. За счет этого у нас идет полуторагодовалый запас кормов. Надеемся, что зима будет не слишком суровой. И мы все прекрасно сможем спокойно, без лишней паники провести зимовку. По фуражу тоже все обеспечены на более чем на 100%. Если мы в этом году план по заготовке кормов ставили 30,6 кормовых единиц на одну голову, то на сегодняшний день мы выполнили 34 сантиметра. Это уже говорит о том, что мы перевыполнили. Если говорить об итогах господдержки малого бизнеса в этом году, что бы вы выделили? В целом, по господдержке малого бизнеса в АПК, то в этом году из нашего района по программе «Агростартап» подавалось 6 заявок. Это только из нашего района, а по всей республике было подано 657 заявок. Хотя грант по федеральной программе и сумма бюджета, которая была запланирована, на 175 человек. Из-за этого конкурс был большой, 7 человек на одно место. Среди них из 6 заявок один участник из нашего района тоже прошел. Это ИП глава КФХ Салихов-Ильмир, который получил грант 2 миллиона 920 тысяч на приобретение скота. Сементальская порода – это мясо молочной породы. Он благополучно 100% этот грант освоил, приобрел 43 головы скота из Чуваши. В нашей республике этого скота очень мало. Из-за этого он приобрел оттуда его. Помимо грантовых денег, он еще и вложил свои деньги. 735 тысяч. Это условия поддержки. Помимо программы «Агростартап» в этом году из нашего района участвовали два фермера в программе «Семейная ферма». Один из них – это КФХ Валиев Зинур Рашидович. Его грант был запланирован тоже на приобретение скота. Он приобрел галштинский скот молочного направления, получил грант на сумму 2 миллиона 964 тысячи, приобрел 38 голов нетелей галштинской породы. Этот скот дороже. Из-за этого грантовой суммы ему не хватило. И он был вынужден добавить еще 2 миллиона собственных средств. Благополучно скот, отобранный у нас из Пермского края, прошел период карантина в Пермском крае и уже в нашем районе. Это условия управления ветеринарией и Роспотребнадзора. Помимо них, самый большой грант у нас получил фермер КФХ Фатхулин Алмаз Дефилович. Общая сумма по бизнес-плану гранта 43 миллиона. 25 миллионов он получил поддержку из республиканского бюджета. Остальные средства запланированы на течение 18 месяцев. На сегодняшний день он уже освоил 30% этих денег, приобрел импортный трактор на 13 миллионов и зернометатель на 300 тысяч. Остальную технику тоже часть средств, которые есть грантовые. Он планирует приобрести зерносушилку, зерноочиститель, приобретение трактора МТЗ и приобретение зерноуборочного комбайна. Технику он все заказал, часть техники и оборудования придет до конца этого года, остальная часть у него планируется прийти в март-май. По сравнению с прошлым годом, да, у нас и малый бизнес, малые предприятия, крестьянское фермерское хозяйство тоже активизировались, более активнее начали участвовать. Из-за пандемии, опять-таки, в этом году бюджет ограничен и Минсельхоз не смог провести грантовую поддержку доходогенерирующих проектов. По этой программе у нас тоже планировалось три участника, планировали создать три кооператива. Дай бог, 2021 год будет более спокойный, средства в бюджете будут и эта программа будет работать. Мы тоже будем участвовать. Как повлияла пандемия на жизнь, так скажем, сельхозработников, на работу, на урожайность или никакого влияния не оказала? Нет, влияние-то она всегда оказала, только больше положительно, чем отрицательно, потому что у нас люди научились весь свой трудовой день отрабатывать полностью. Так как запретили во всех сельхозпредприятиях, ну и как и везде запретили контактировать, то каждый работник занимается конкретно своей работой. Стало меньше утраты времени на болтовню, общественных переговоров, перекуров, всего такого. Ну и, как в шутку говорят, уже каждый научился более тщательно мыть руки и беспокоить за свое здоровье. А так, в весенний период, именно разгар этой пандемии, среди сельхозработников ни одного пострадавшего, заболевшего не было. Мы благополучно смогли провести весенние полевые работы. Все запланированные поля мы отсеялись без потерь. Ну, в период, осенний период, конечно, есть обострение, все мы движемся, все мы ходим. И среди работников сельского хозяйства тоже есть сотрудники, которые заболели, но радует одно, что нет потерь. Все, большинство из них уже выздоровели, вышли в свои рабочие места и дальше продолжать свою работу. Да, даже среди наших сельхозуправлений есть специалисты, которые переболели, ну, кто-то сильно, кто-то слабо. Надеемся, дальше эта пандемия научит нас думать каждого только о своем здоровье и думать о других. Лучше провести в удаленном формате или же провести отдаленно, индивидуально свою работу, чем коллективно. Ну, для сельского хозяйства это ничего не мешает, потому что у нас уже максимально все предприятия перешли на механизированный вид работы, где необходимость большого количества людей не возникает. Все стараются уже как можно минимальным количеством людей проводить все операции. Единственное, да, есть вот такие периоды, где у нас используются доильные залы. Там тоже нашли выход, то уже увеличив нагрузку на одного работника, то они сделали сменность. Если они раньше работали два через два, то теперь они работают день через день, ну, или смена через смену. Утренняя дойка одна доярка дует, вторая доярка, вечерняя дойка дует, вторая доярка. А в остальных фермах у нас процесс дойки неконтактируемый, у каждой доярки свой скот, свое поголовье, 50 голов, каждый свой ряд. И дистанцию не только 2 метра, у них и боли. Из-за этого надеемся, что дальше у нас не будет заболевших. А эффективность, если все-таки сравнить, когда вот те же семинары были? Ну да, не хватает общения. Общения не хватает. Тот формат живого общения и формат дистанционного общения, это разница большая. Не все ты сможешь передать в дистанционном формате, тем более в дистанционном формате как? Возник вопрос у кого-то из собеседников, они думают уже, как его правильно задать. Ну, пока он подключится, пока он задаст вопрос, уже и мысль может пропасть. А в живом общении уже друг друга, если знают, все собеседники, можно по одному взгляду понять, какой он вопрос хочет задать, и ты уже готовишь ответ ему. Несмотря на тяжелый период на сегодняшний день в целом по стране, по всему миру, на коронавирус и пандемию, но наши сельхозпредприятия все равно успешно работают. Да, пандемия внесла свои лепты, мы не смогли весной отблагодарить и чествовать своих стружеников села провести праздник в Сабантуе. По итогам этого года у нас в целом по району заслуженным работником сельского хозяйства награжден главный зоотехник управления сельского хозяйства Мугалимов Навкад Борисович. Почетной грамотой Республики Башкортостан награжден руководитель ООО Агро-ЭМ Шарафудинов Рудольф Равкатович. Дипломами правительства Республики Башкортостан в номинации «Лучший по профессии» награжден крестьянско-фермерское хозяйство Стерхов. И оператор по уходу за свинопоголовьем Галина. Также есть у нас 8 наград почетной грамоты Министерства сельского хозяйства и общие 86 наград. Из них 40 наград благодарность Иноульского района и почетной грамоты Иноульского района. Если говорить в итоге, то 92 человека с нашего района мы планировали наградить на празднование Дня работы сельского хозяйства. На сегодняшний день будем думать, в каком формате это проводить. Все-таки хотя бы в эфире я хочу поздравить всех наших селян, всех наших переработчиков с праздником Дня работы сельского хозяйства. И перерабатывающим промышленникам пожелать крепкого здоровья, успехов, благополучия, семейного благополучия и всем успехов в нашем нелегком труде. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечал заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству Рустам Алимкофаров. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok День работы сельского хозяйства. При прояснениях до минус 14, дню минус 1, минус 6 градусов. 11 ноября. Памятная дата мировой военной истории. В этот день, в 1918 году, окончилась Первая мировая война. Русский солдат вынес на себе ее главную тяжесть. Бумбининское сражение, оборона крепости Осовец, Эрзорумская операция, Брусиловский прорыв. Славные вехи отечественной истории. Победа наших союзников в войне за цивилизацию – заслуга России. 11 ноября. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1480 году, завершилось стояние на Угре. Хан Золотой Орды Ахмат совершил неудачный поход на Русь. Иван III отказался платить дань. Хан не решился принять сражение с войском великого князя и отступил. Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, русское государство окончательно обрело независимость. Мы долго вынашивали идею по открытию отдела сувенирной и подарочной продукции. Ассортимент товаров представлен на любой вкус и возраст. Это посуда для детей и взрослых. Узбекская. Посуда с мусульманской символикой. Подарки и сувениры для души. Бизнес-сувениры. Коллекционные куклы и статуэтки. Приглашаем всех желающих в наш магазин получить положительные эмоции. Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочее совещание удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! Спой, птичка! Спой! 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 Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Заплатить налоги. Платить налоги не сложно. Добро пожаловать. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Отдел МВД России по Янаульскому району за совершение преступления разыскивается. Из Могилова Эльвира Рамазановна 1984 года рождения. Проживающая по адресу город Янаул, улица Якутова, дом 12, квартира 8. Приметы. На вид 36-38 лет. Рост около 170 см. Худощалово телосложение. Лицо овальное. Волосы светлые. Длина волос до плеч. Глаза карии. Основание носа горизонтальное. Подбородок прямой. В случае наличия информации звонить 8 347 60 549 14 8 937 788 65 90.